Один из маятников за некоторое время совершил n1, равное 10 колебаний. Другой за то же время совершил n2, равное 6 колебаний. Разность длин маятников ΔL равна 0,16 метров. Найти длины маятников L1 и L2. Обозначив время, в течение которого совершаются эти колебания через t, согласно формуле Гюйгенса, мы можем записать, что t, деленное на n1 в квадрате, равняется 4π в квадрате L1, деленное на g. Отсюда длина L1 первого маятника равняется gt в квадрате, деленное на 4π в квадрате n1 в квадрате. По всем же соображениям для второго маятника можем записать, что L2 равняется gt в квадрате, деленное на 4π в квадрате n2 в квадрате. Так как ΔL равняется L2 минус L1, то подставляя значения L1 и L2 получим Для ΔL значение равное gt в квадрате деленное на 4π в квадрате умноженное на 1 деленное на n2 в квадрате минус 1 деленное на n1 в квадрате Отсюда отношение L1 к ΔL будет равно 1 деленное на n1 в квадрате деленное на 1 деленное на 1 деленное на n2 в квадрате минус 1 деленное на n1 в квадрате Для L1 получим n2 в квадрате деленное на n1 в квадрате минус n2 в квадрате умноженное на ΔL Точно так же для L2 получим значение равное n1 в квадрате, деленное на n1 в квадрате, минус n2 в квадрате, умноженное на дельта L. Подставляя данные из условия задачи, для L1 получим значение равное 0,09 метра, а для L2 значение равное 0,25 метра. Маятник представляет собой упругий шарик, прикрепленный к концу нити, имеющий длину L. При колебаниях шарик сталкивается с упругой массивной стенкой в моменты, когда нить занимает вертикальное положение. Найти период t колебаний маятника длительностью столкновения пренебречь. Если бы стенка отсутствовала, то период колебаний маятника записывается согласно теореме Югенса, в виде t равняется 2π умноженное на корень квадратный из L деленное на g. Но так как у нас на пути колебающегося упругого шарика стоит массивная упругая стенка, то половина нашего колебательного процесса отсутствует. Поэтому период t будет равняться π умноженное на корень квадратный из L деленное на g. Математический маятник длины L совершает колебания вблизи вертикальной стенки. Под точкой подвеса маятника на расстоянии A равная L пополам от нее стенку вбит гвоздь. Найти период t колебаний маятника. Этот сложный колебательный процесс можем разбить на два простых колебательных процесса. Колебания маятника с длиной L и колебания маятника с длиной L пополам. Период t колебаний такого маятника будет равняться сумме t1 пополам и t2 пополам, где t1 это период математического маятника с длиной L, а t2 это период колебаний математического маятника с длиной A равная L пополам. Согласно формуле Гюйгенса, t1 равняется 2π умноженное на корень квадратный из L деленное на G А t2 равняется 2π умноженное на корень квадратный из A деленное на G Отсюда период t колебаний маятника равен π умноженное на корень квадратный из L деленное на G плюс π умноженное на корень квадратный из A деленное на G После постановки значения А получим, что t равняется π, умноженное на корень квадратный из L, деленное на g, умноженное на 1, плюс корень квадратный из 2, деленное на 2. Два одинаковых упругих шарика подвешены на нитях, имеющих длины L1 равная 1 метр и L2 равная 0,25 метра, так что центры масс шариков находятся на одном уровне, и шарики соприкасаются друг с другом. Нить второго шарика отклоняют на небольшой угол и опускают. Сколько раз столкнутся шарики за время Δt, равное 4 секунды, прошедшие с начала движения второго шарика? Нетрудно подсчитать, что время двух ударов шариков равняется t1 пополам плюс t2 пополам, где t1 – период колебаний первого шарика, t2 – второго. Следовательно, время одного удара tau равно t1 плюс t2, деленное на 4. Период колебаний первого маятника t1 равняется 2π, умноженное на корень квадратный из L1, деленное на g. Период колебаний второго маятника t2 равняется 2π, умноженное на корень квадратный из L2, деленное на g. Число столкновений шариков за время Δt равняется Δt, деленное на tau. Подставив это выражение значения τ, t1 и t2 получим n равняется 2 δt, деленное на π, умноженное на корень квадратный из L1, деленное на g, плюс корень квадратный из L2, деленное на g. После постановки находим, что число столкновений равно 5. При температуре t, малое 1, равное 20 градусов Цельсия, период колебаний маятника t1 равен 2 секундам. Как изменится период колебаний, если температура возрастет до t, малое 2, равное 30 градусов Цельсия? Коэффициент линейного расширения материала маятника α равен 1,85 умноженное на 10 в минус пятой степени градусов Цельсия в минус первой степени. Период колебаний маятника при температуре t, малое 1, будет определяться формулой 2π, корень квадратный из L1, деленное на g, а период колебаний маятника при температуре t, малое 2, будет определяться формулой 2π, корень квадратный из L2, деленное на g. L1 и L2 – это длины маятников при соответствующих температурах. Отсюда отношение периодов t2 и t1 равняется квадратному корню из L2, деленное на L1. Если L1 равняется L0, умноженное на 1 плюс α, t, малое 1, где L0 – это длина маятника при 0 градусов Цельсия, а L2 равняется L0, умноженное на 1 плюс α, t, малое 2, то отношение периодов t2 и t1 равно корню квадратному из 1 плюс α, t, малое 2, деленное на 1 плюс α, t, малое 1. Это отношение приблизительно равняется 1,93 миллионных. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а радиус Земли в 3,7 раза больше радиуса Луны. Как изменится период колебаний маятника при перенесении его Земли на Луну? Так как длина маятника не меняется, то период колебаний маятника на Луне, согласно формуле Гюйгенса, равняется 2π, умноженное на корень квадратный из L, деленное на g Луны, где g Луны – это ускорение свободного падения на Луне. На Земле этот маятник будет колебаться с периодом 2π, умноженное на корень квадратный из L, деленное на g Земли. Отсюда отношение t Луны к t Земле равняется корень квадратный из g Земли, деленное на g Луны. Так как ускорение свободного падения на Земле равняется произведению g на массу Земли, деленное на радиус Земли в квадрате, где g – это универсальное гравитационное постоянное. Аналогично ускорение свободного падения на Луне равняется g, умноженное на m Луны, деленное на r Луны в квадрате. Отсюда отношение ускорения свободного падения на Земле к ускорению свободного падения на Луне равно произведению m Земли на r Луны в квадрате, деленное на m Луны, умноженное на r Земли в квадрате. Подставляя это значение в формулу отношения периодов, получим, что отношение периода маятника на Луне к периоду маятника на Земле равно произведению r Луны, деленное на r Земли на корень квадратный из m Земли, деленное на m Луны. Численно это отношение будет равно приблизительно 2,4 Часы с секундным маятником, имеющие период колебаний Т нулевой равной 1 секунде, на поверхности Земли идут точно Насколько будут отставать эти часы за сутки, если их поднять на высоту h, равная 200 метров над поверхностью Земли? На поверхности Земли маятник длины L за время t совершит n равное t деленное на t1 колебаний, где период колебаний Т1 равняется 2π умноженное на корень квадратный из L деленное на g1, где g1 это ускорение свободного падения на поверхности Земли На высоте h над Землей часы отстают на время Δt равное n умноженное на t2 минус t1, где t2 равно 2π умноженное на корень квадратный из L деленное на g2, период колебаний маятника на высоте h А g2 ускорение свободного падения на этой высоте Ускорение свободного падения на Земле g1 равняется g большое умноженное на m деленное на r в квадрате В любви g большое гравитационное постоянное, m масса Земли Ускорение g2 на высоте h равняется g большое умноженное на m деленное на r плюс h в квадрате Разделив второе уравнение на первое получим Отношение g2 к g1 равняется r в квадрате деленное на r плюс h в квадрате Следовательно, t1 деленное на t2 равное корень квадратный из g2 деленное на g1 будет равняться r деленное на r плюс h. Отсюда t2 равняется t1 умноженное на r плюс h деленное на r. А разница периодов t2 минус t1 будет равняться t1 h деленное на r. Таким образом, за время t часы отстают на величину дельта t равное t1 умноженное на nh деленное на r. Поскольку t равняется t1n, то выражение для дельта t примет вид дельта t равняется t умноженное на h деленное на r. Подставляя данные из условия задачи, получим, что эти часы за сутки на высоте 200 метров будут оставать на 2,7 секунды. Найти потенциальную энергию у математического маятника массой m равная 200 грамм в положении, соответствующем углу отклонения нити от вертикали α равная 10 градусам, если частота колебаний маятника n равна 0,5 секунды в минус первой степени. Считать потенциальную энергию маятника в положении равновесия равной 0. Маятник отклоняется от положения равновесия на угол α и обретает в этом положении потенциальную энергию, равную mgh. Подставляя вместо h L минус A, а вместо A L косинус α, потенциальная энергия окажется равной mgh L умноженная на 1 минус косинус α. Величину L можно найти из условия, что частота равняется 1 деленная на 2π умноженная на корень квадратный из g деленная на L. Отсюда следует, что L равняется g деленная на 4π в квадрате n в квадрате. Подставим L в выражении для U, когда потенциальная энергия будет равняться mgh в квадрате умноженная на 1 минус косинус α деленная на 4π в квадрате n в квадрате. Подстановка данных из условия задачи даст приблизительно величину 2,9 умноженная на 10 в минус третьей степени джоуль. С каким ускорением А и в каком направлении должна двигаться кабина лифта, чтобы находящийся в ней секундный маятник за время t, равное 2 минуты t за секунд, совершил 100 колебаний? В случае, когда лифт неподвижен относительно земли, период колебаний t нулевой маятник равняется 2π умноженное на корень квадратный из L деленная на g и равен 1 секунде. В движущемся же с устарением лифте период колебаний маятника t равен 2π умноженное на корень квадратный из L деленной на g плюс минус А. Но так как по условию задачи за время t малое равное 2 минуты 30 секунд, что равно 150 секунд, маятник совершил 100 колебаний, то есть период колебаний маятника в лифте увеличился, следовательно, период колебаний маятника в лифте t будет равен 2π умноженное на корень квадратный из L деленная на g минус А и равняется t малое деленное на n. Это означает, что лифт имеет ускорение направленное вниз. Ускорение А найдем из отношений периодов t и t нулевое. Имеем t деленное на t нулевое равно корень квадратный из L деленное на g минус А и деленное на квадратный корень из L деленное на g, что равняется корень квадратный из g деленное на разность g минус А. С другой стороны, t деленное на t нулевое равняется t малое деленное на n раза t нулевое. Приравняем правые части этих уравнений. Возведем в квадрат, получим a равняется g умноженное на 1 минус n квадрат t нулевое в квадрате деленное на t малое в квадрате. Подставляя данные из условий задачи, получим ускорение лифта А приблизительно равно 5,4 метров на секунду в квадрате.